У меня уже сняла моя коллега, я работаю в дата-арте, программистом, программирую преимущественно на языках файлов и джаваскрипт, осваиваю другие технологии и сегодня хочу поговорить о... Сначала хочу подтвердить, что с вами не будет, так получилось, поэтому я буду стараться заинтересовать ваше внимание, рассказывать. Значит, давайте сейчас я расскажу о том, что я вижу. К минимуму вижу пользу в двух пунктах. Во-первых, то, что она не будет конкретно связана на какую-то определенную структуру, на пайпе, на джаву. И второй пункт мне видится в том, что по возможности то, о чем я буду говорить, можно будет сразу применить у себя на работе, у себя в проектах, сразу, сколько вы придете домой и сядете. Почему в этом не используем? Потому что часто вот на лекциях вам рассказывает о том, что есть какая-то молодая перспективная технология, которая там решает проблемы, что если вот в вашем языке там 15 строк, в новом языке одна строк, но фактически это дает ложное обещание. И когда вы начинаете, то фактически вы можете столкнуться со всеми теми же проблемами, которые вы делали раньше, и вам это никакой пользы особо не даст. Перед тем, как начать саму лекцию, давайте обговорим те термины, которыми я буду оперировать в процессе рассказа. Это, во-первых, сложность. Это ключевой термин нашей лекции. Что мы будем понимать по сложности? Разные могут быть определения. Я хочу вам рассказать свое, которое я сам выдумал. Кажется подходящим. Сложность – это когда не удается получить результат так быстро, как бы вам этого хотелось. Например, у вас есть там какой-то проект, и нужно добавить там регистрацию пользователей, вы не можете найти жилье, что-то еще. Естественно, вы эту задачу уже решили, разделили ее на какие-то шаги, что это будет сделано через два. Начинаете работать, вы знаете, что не учли маху мелочей, приходится, вот, очередь под задач начинает расти, и начинается, что через два дня у нас, например, пользователи не могут регистрироваться, платежи не приходят, то есть результата нет. Это произошло потому, что имеет место сложность. Не приведено. Да, ошибаемся в меньшую сторону. Вы не знаете, студент или профессионал, он очень редко может сказать точно, что на это уйдет неделя. Да, все это, да, и фирм, да, и за два дня. Второй термин, который я хотел бы упомянуть, это «идеальный объект». Про него я буду говорить, чтобы я подойти, чтобы я подойти, понимая. Это определение я невозбранно позавимствовал из ТРИЗа. Вот, может быть, на это, какие улучшения специалистских задач. Это, когда объект есть, ой, грубо говоря, наоборот, когда объекта нет, это по функции выполняется. Объект может быть не только в программировании, но и в отношениях между людьми. Например, на предприятиях стоит какой-то брат, который там что-то делает. Если хорошенько над ним подумать, можно выяснить, что его можно убрать, а его задачи может выполнять, скажем, какой-то человек или вообще они могут происходить как-то сами собой, если просто изменить поведение людей, которые вокруг этого аппарата ходят. Это, например, можно вырезать какой-то огромный кусок кода и вместо него использовать какую-то специальную команду, которая есть в стандартной поставке Linux. Это будет тоже идеальная проблема. Потому что входа нет, а задачу мы решаем. Или, например, на предприятии может быть человек, в обязанности которого ходит, например, как-то воздействовать на других сотрудников. Например, сидеть и проверять, насколько они приходят на работу. Можно быстро понять, что этого человека можно убрать, а сотрудникам объяснить, что, в общем-то, при их использовании будут переходить на работу вовремя или вообще сделать им гибкий график, чтобы никто не понимал. Таким образом, у нас получится идеальный объект, который у вас нет. Наверняка у многих из нас есть какие-то свои личные проекты, которые мы ведем в годное отработанное время. Я называю их ОПС. Это означает «одна полезная страничка». То есть ни Яндекс, ни Фейсбук были большими моментами их появления на рынке. Сначала это были вообще простейшие странички. Например, Google сперва был маленьким скриптиком на языке Python, который обрабатывал 10 запросов в секунду. Это все, что он мог. Это была одна полезная страничка, которая что-то делала. Она оказалась настолько полезной, что люди стали пользоваться, платить им. И если у нас тоже есть какая-то маленькая страничка, которая делает что-то полезное, она может оказаться действительно полезной. И вы начнете развивать, вам начнут писать письма, что давайте сделаем то, давайте это. Вам напишут, что мы давайте заплатим вам. У вас начнутся проблемы роста с тем, что вы можете не успевать. Вам надо добавлять новые вещи в проект. Это начинается сложность. Поэтому дальше я буду мысленно продолжать представлять, как будет расти вот эта страничка, с какими проблемами вы будете сталкиваться и как бы можно было их очень быстро. Это, например, одна из первых проблем, с которыми вы можете столкнуться. Важно, что вы захотите задавать свои вещи. То есть захочется понять вообще, кто на вашу страничку ходит, кто там, чтобы была какая-то элементарная регистрация, чтобы человек мог поставить свои данные, чтобы вы могли как-то с ним поддерживать связь. Как сразу, что приходит в голову, это добавить на сайт регистрацию, в том регистрации и пользователей базы. В итоге у вас на сайте появится вот такая вещь. Это стандартная форма регистрации. И еще пока вы видите эту форму, вы не знаете о том, что здесь очень большая сложность возникает. Во-первых, вот у вас такая форма, вам нужно ее как-то выводить и обрабатывать. Но это ладно. Во-вторых, нужно проверять пароль, что не совпадает. Во-вторых, нужно правильно охранить пользователей базы с учетом всех техник безопасности, например, нужно хэшировать пароль и делать авторизацию по этому паролю. Нужно сделать подтверждение e-mail, когда человек не стередуется. Нужно сделать восстановление и сброс пароля, при этом продумывать все возможные случаи, когда злоумышленник пытается получить чужую пароль. Можно на это возразить тем, что, в общем-то, в большинстве своевременно, в любом случае, все автоматизированы, но не до такой степени, как бы этого хотелось. То есть даже если делать регистрацию пользователя, какой-то продвинутый системе, как джанга или рейлс, все равно там нужно висать код и все это проверять. Вот эта вещь, значит, нам не походит. Ему можно решить гораздо проще. Достаточно просто на сайте подвесить кнопку и войти через Фейсбук. То есть это может оказаться вот такой очевидностью, но если мы сделаем анализ, то увидим, что вот вход через Фейсбук, он намного проще освобождает нас от, снимает с нас много ответственности. То есть, когда человек нажимает кнопку «Подвесить в Фейсбук», получается следующее, он попадает на сайте в Фейсбук. При этом ему сразу открывается красивый интерфейс, где причины все проблемы с безопасностью, потому что в фейсбуком пользуются миллионы и миллионы людей каждый день. И отчего-то требуется только дать согласие. Согласен он, взаимодействует с вашим заявлением согласен. Если он нажимает согласен, то он попадает на вашу страницу обратно, и при этом запроса задается секретный партнер. После этого вам достаточно сделать запрос в Фейсбук, передавший этот партнер. И вот здесь получите JSON-кодмент, в котором содержится вся необходимая информация пользователя. А именно его имя, пол, возраст, страна, в общем, те самые вещи, которые он указал в профиле. То есть здесь, и вам достаточно просто записать ее в фазу, и у вас получается готовый пользователь, который мы можем однозначно отнимать от других пользователей, понять, что это вот Маша, а это пользователь Петя. Мы видим, что нам не придется возиться с паролем, но пароль вообще не знаем для этого пользователя. Нам не нужно проверять какие-то другие данные. Самое главное, что мы получаем всю эту актуальную информацию, и время от времени можем ее обновлять. Если, не знаю, девушка вышла замуж, снила фамилию, то мы эту информацию обновим из Фейсбук и обновим ее фамилию. Таким образом, регистрация через социальные сети, она значительно сократит вам, делает вам регистрации гораздо быстрее. Но проблема здесь может быть в том, что не все социальные сети выдают e-mail. А мы, так сказать, инерно, обважаем эту е-мейл, и сегодня у нас основной и главный способ взаимодействия с пользователем. Например, поскольку я помню о приворке Django, у модели юзера более e-mail обязательно. То есть, в случае пользователей без e-mail. Django не понимает, как это так, но у пользователей без e-mail. И сегодня это уже становится возможным, потому что, если вы посмотрите вокруг себя, то увидите, что куча людей сидит на их сети, вообще не знаю, как у них e-mail. Они когда-то давно регистрировали на e-mail. И просто не понимают, что вы перейдете в контакт и больше не вылезаете. Ну, это правда. Я с этим сталкиваю постоянно. И возникает вопрос, как взаимодействовать с таким пользователем, который не предоставил свой e-mail. Вот вы когда хотите написать ему, послать ему какую-то напоминалку, что у нас обновление, что у нас тянет, и у него нет. Поэтому просто все социальные сети предоставляют возможность отправки нотификаций. У нас есть такой токен, который мы получили в e-mail. Используя токен, мы можем отправить этому пользователю нотификашу. И мы получили этого способа в том, что e-book сам приложит огромные силы для того, чтобы это сообщение до пользователя дошло. Это значит, что если пользователь получил сообщение от вас, то обязательно на сайте у него появится красный значок. У него там будет в интерфейсе имя, он задрожит, он обязательно уверен. Он на сайте будет присылать ему e-mail и пока он не прочитает этот e-mail. Это сообщение. Там будет андроид, и он будет в связи с этим сообщением, и вылетут, и он будет в интерфейсе имя. Потому что в этой неделе оказывается гораздо эффективнее, чем отправить человеку e-mail, который на самом деле человек точно не проверяет. Так, вот, то есть, оказывается, если у вас, например, человек, то вы просто пишете ему прямое сообщение. Если вы решите хранить пользу для вас данных, то кто же возникает вопрос, что теперь нужно поднять эту данную. Не такой это простой тема, как может показаться на первый взгляд, ставить базу, там ее останавливать, поддерживать. Потому что сразу возникает вопрос, как можно спроектировать таблицу, и так можно организовать бекар. То есть, если вы, например, начали собирать информацию пользователя, потом какой-то глупый, что вы хотите, то есть, очень пользоваться пользоваться пользователем, то есть, если вы хотите, то есть, если вы хотите, то есть, это такое начало. Поэтому можно воспользоваться помощным хранилищем, одним из нескольких, например, от Амазона. Это означает, что вы заходите на сайт Амазона, регистрируете там аккаунт, показываете свои и получаете открытые ключи, закрытые ключи. После этого для вашего языка, если это совсем не какой-то экзотический библиотека для работы с Амазона, и вы фактически просто делаете сетевые вызовы и получаете сон, который вы получили на сайте Амазона. И, получается, вам не нужно делать ни бэкап, не нужно, об этом совершенно беспокоиться, потому что надежность хранения данных Амазона просто низкого высока. Так, вот мы дальше мы продолжаем. Теперь, когда у вас есть пользователи на сайте, вам наверняка хочется на вашу страничку добавить какой-то какой-то пункт, какие-то системы, которые позволяют добавлять странички и писать, например, анонсы, справочную информацию, чтобы сайты пользовались какой-то информационной составляющей. То есть, если вы по словам simple блок-энжин какой-нибудь, то наверняка вы найдете кучу инструкций о том, как надо установить Apache, MySQL, PHP, чтобы поставить на него ворсбек какой-нибудь WordPress или Drupal. И это будет огромная простыня на 5-10 экранов, специально погуглил по различным словам, ходил, вероятность того, что вы проделаете эти инструкции с первого раза, с учетом всех требований до процентов, она равна нуля. Потому что совершенно честно могу сказать, что я бы тоже это не сделал, должен быть специально которые зарабатывают, но у вас этого человека нет, нет времени на него, поэтому могут пригодиться такие вещи, как статические генераторы сайта. То есть, если вы загуглилили по словам статик сайт генератор, то наверняка одним из первых будет выдача такое средство под названием джингу, он написан на руби, то есть, гуглится он легко, он сразу на доступе, потому что это не самое худшее решение. И заключается на следующем, то что вот это вот все барахло, вроде там MySQL, Apache и так далее, ну то есть, вся вот эта техническая часть, она разворачивается на вашем машине, вы наполняете страничкой текстом, а затем запускаете специальную команду и у вас появляется папочка, которая содержит статичный слепок вашего сайта, то есть, набор хроничек, которые вы просто выкачиваете на веб-сервер по FTP, и вот, пожалуйста, у вас получается блок. При этом этот блок является идеальным объектом, в плане, что он показывает информацию, он работает просто максимально быстро, потому что это просто файлики, но при этом нету никаких вот этих вот вещей, которые необходимо устанавливать и самое главное поддерживать, потому что не секрет, что вот эти подбегатые МКП выявляете обувидимость, и будет очень неприятно, что если там что-то настроить, а потом на следующий день приходит. Молодой человек или вы прочитали обувидимость, либо просто ради интереса, вам все поломает. будет очень неприятно. Так, вот поговорили мы о блогах, наверняка вам добавят комментарии, принимать сообщения пользователей, что они вам напишут. комментарии, сайт у вас отечествен и там тут не может быть оброса, что сделать, для этого опять-таки можно задействовать любой из сторонних сервисов, и он самый лучший, он называется Discuss. Суть заключается в том, что вы там регистрируете, получаете простейший JavaScript-код, вставляете его на вашу страничку, и готово, у вас получается за 30 минут на каждой страничке есть комментарии, форма график комментариев, и это очень удобно в том плане, что вам не нужно никакого кода писать, вы можете модерировать прямо в админке этого сервера, и такая оставляющая еще, что получается ваши комментарии будут храниться на сужих серверах, потому что бывали прецеденты, когда например были такие сайты, которые были посредством деятельностью и если эти сервера у себя хранят комментарии, то есть эти негативные комментарии, например, которые что-то там разжигают, то это может закончиться тем, что просто приедут и вывезут сервера. Теперь, когда у нас есть комментарии, возможно, вам захочется добавить поиск. например, вы написали много текста, пользуясь тем, кто хочет сразу что-то найти. Нужна какая-то форма текста и вам могут посоветовать, что если у вас набор файлов, используем какое-то промышленное решение под названием СОРЛ или ЛЮСИН решение, которое позволяет искать в пахах по документу. делать этого не нужно, потому что у вас сразу опять-таки разрастает сложность. Результат получит очень эскорт. и у Яндекса и у Гугла есть такая группа, которая называется Custom Search Engine. Это когда вы регистрируете пользовательский поиск специально для вашего сайтика. То есть вы заходите в администр реклам, указываете, что я хочу сделать поиск специально для моего сайта. И дает вам малюсенький кусочек джаваскрипитона, который нужно скатировать в шаблон вашего блока, сделать build в ладжат и, пожалуйста, у вас на каждой странице появится форма обвода, вы там что-то набираете и возникает окно с результатами выдачи губа. То есть я проверял это занимает 15-20 минут и у вас уже есть поиск без каких-то вот таких сложностей манипуляции. Поговорим теперь о том, что как правильно пользоваться инструментами. Если, допустим, ваша очень простая страничка обрабатывает какие-то данные, которые она откуда-то забирает, делает какое-то вычисление, то может сложиться так, что какая-то командная утилита, которая уже кем-то была описана и опробована, справится с этим гораздо лучше и быстрее, чем ваш. На эту тему могу рассказать такой случай. У нас был проект и заказчик запускали специально настроенные сети, делали сетевые вызовы и специальные программы записывали сетевой трафик, бинарные файлы формата пк. это семейство форматов, которые содержат информацию о том, что произошло в сети, чтобы потом делать анализ. И в специальной программе графически открывали эти файлы и смотрели графики, диаграммы, таблички, чтобы понять, что происходит. Потом мы захотели процесс автоматизировать и заказали программу, которая просто принимает файл, то есть файл записали, положили в папочку, и в некоторое время программа обрабатывает этот файл, сама рисует эти диаграммы и совсем уже готовы. Этот проект был на электроне и когда стали думать, как же работать с этими пк-файлами, стали смотреть, какие есть решения и очень обрадовались, потому что видели, что есть целые три библиотеки. Казалось бы, выбираю, не хочу. Мы стали писать код и внезапно выяснилось, что допустим, библиотека может возможность 1 и 2, библиотека может 1 и 3, а библиотека может 2 и 3. То есть не было полного покрытия наших возможностей. Мы стали писать код и проходилось так, что одну задачу мы решали одной библиотеке, вторую, третью, третьей. И потом выяснилось, что вообще есть такая, нам нужна такая вещь, которую не может удовлетворить ни одна библиотека. и это будет тот случай, когда целых три библиотеки не смогли сделать то, что нам было нужно. Это прямая ссылка к той пословице, что девять и женщин могут родить одного ребенка за один месяц. и пытались думать, что нам делать. И совершенно специально выяснили, что здесь с поставкой и идет командная интеллекта, называется DashArt. И она, по сути говоря, является онлайн профессором, и она может все эти вещи показывать в виде аскитов. То есть нужна какая-то сложная графика за такой диапазон с таковой точки. Все, что оказалось запустить эту команду в терминале T-Sharp, передать GeekFile, передать все необходимые параметры и в стандартный Output программ вишнах и скидов. Нам показалось элементарный таблиник в 20 с протечными строковыми операциями, развеянием и мы выучили эту таблину и передали функцию по тренингу графика и она рисовала точно такой же график, который мы видели в географической программе. И когда заказчик стал проверять, он догадался не просто доволен, а просто все доволен, а просто мог понять, как попали расчеты до 10 тысяч из таблины. Потому что предыдущие программисты тоже мы выучили эти таблины. Было много подводных камней, например, микросекунды делили какие-то тоже так, микросекунды и получали много большинства. Не было времени этого сделать. Гораздо лучше. Мы выкинули огромное количество ухода из нашего проекта, потому что ваш флита, который полностью покрывал наши задачи. Поэтому если вам написать код для обработки флита, посмотрите, есть ли такая флита, которая уже есть. Это же относится к задаче, которую называют задачи на скотер ссылках. Предположим, у вас есть флит, в котором находится 10 ссылок на картинки. Поскольку там картинки, если у вас какой-то серьезный проект, это может быть тысяч ссылок на какой-то x-ray документы, кто-то другой собрал, вам надо их скачать. То есть вы можете писать то вы 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 могут сказать, что давайте напишем трэды, давайте напишем мультипроцессинг, очередь, и сразу начнут расти сложности. Поворотный момент, чтобы сразу становиться сложности. Чтобы этого не делать, есть примаку примаку это и xarx. То есть утилита вагет выкачивает любой файл, который выскажет. утилита xarx позволяет запустить любую другую команду множество раз, передавая ей различные аргументы, которые она берет из другого файла или из стандартного входа. То есть это значит, что можно составить простой однострочник, который что сделает? Прочитает данные из файла, в котором у вас лежат эти ссылки, дальше запустится xarx, а ему нужно передать команду, чтобы запустить вагет, при этом можно указать делались не не одна за другой, а сразу пакетом. То есть сразу запустить 32 процесса и автоматом только будет один из них заканчиваться и сразу будет запускаться второй. То есть одна команда в одну строчку может много кода и целый день работы. Как все это делать. То есть недавно на Хаббле была хорошая статья. Она должна где-то сейчас видеть то ли в топе, то ли в главном. Последние те, прочтите, пожалуйста. Мы поговорили об инструментах, поговорили о наиболее интересных друзьях, об оплате. пользователей заплатить. Если у вас на сайте такая так встроенная что заказ оплат заказ оплат, то в принципе вам может подойти любая платежная система, система, которая работает по такой схеме, то вступает так, что у вас вы предлагаете эту плечу. То есть вы просто даете человеку на вашей страничке до тех пор, пока у него есть какой-то баланс, пока он может плачь, на что он предлагает на плачь. Если вы работаете с обычной платежной системой, то на ваши плечи контроль за тем, сколько у пользователя денег, на сколько месяцев у него это оплачено и это станет трудно контролировать. Например, у вас допустим услуга стоит 3 доллара месяца. Человек заплатил 7. Получается он заплатил на 2 месяца, что делать с этим 1 долларом. То есть он получается у него просто ляжет баланс, но когда придет 2 месяца, вы ему отказываете какую-то напоминалку, что тебе 1 доллар, надо еще 2. Или человек заплатил вам 9 долларов, там комиссии, которые вы не учли, что 8. 95 долларов. То если вы поделили на 3, у вас получается 2 месяца и сумма остаток. Опять вам не пытается писать, что дорогой не хватает, и не будут растянуты во времени и будут неприятны. Гораздо лучше просто пользователя подписать на какую-то подписку, чтобы сама перечисла деньги, а вы просто лениво реагировали на то, что происходит с этой подпиской. Например, такую схему можно организовать с помощью подписки. Подписаться. пользователь нажимает и улетает на страницу PayPal. PayPal сам у него запрашивает согласно приплатить долларов в месяц постоянно. Если он отвечает «Да», то просто пишите, что подписались там, сейчас что-то будет. PayPal начинает сам постоянно на каждой сайте звать подписался. Он переделает информацию о том, что человек подписался. Как только он подписался, вы можете написать, что «Спасибо, ты подписался, но денег от тебя еще нет». То есть скоро все будет. Возможно, пришла на каждую ремонту, что деньги не не сутся. Знаете, что PayPal сказал «Деньги», может «Завтра», это значит, что можно давать привилегии. Все, он теперь там «Про голод архон», то есть вы поставили флажок в базе, теперь он может пользоваться как «Магиевод». Прошел месяц, у человека в доме написали стабильность, в доме пришла эта оплата. Прошел месяц, у него оказалось чисто денег, при этом PayPal сам начинает его трясти, начинает ему слать письма, что дорогой вы тебе скоро платите, денег нет. Человек сам посуетится, вам не будет денег. Если все-таки денег не оказалось, то вам придет нотификация с типом фейл, 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 я снимаю просто статус, обычный пользователь, выбирай подпись, и если вы, находясь в твердом уме, здравой памяти, отказаться от подписки, вам придет нотификация с типом канцел, и вы понимаете, что отказался, все, и можете подписать, что если хочешь подписаться, вот здесь снова кнопочка подписаться. То есть это честно, это удобно, это честно, в том плане, что оставляет пользователю свободу решать подписаться в любой момент. В общем, это удобно в том, что каждый раз, когда человек будет платить вместо подписки, каждый раз, у него начнутся сомнения. А стоит мне в этом месте платить? Допустим, или вот это может пока мне не платить? А когда он подписался, то все, как бы, уже эти вещи может забыть. То есть это было решение, что да, я решаю пользователю с этим сервисом и сомнений у него могут уже в день прежать. Так. Вот мы говорили про оплату. Так, я потерял свое место, где в шпаргалке. Ага. Как только у вас начнут пользователи и платежи, может случиться так, что возникают проблемы с форму. То есть ваш сайт начинает путь переходит, начинает тормозить, начинает работать не так быстро, как хотелось, потому что у вас на ликвиде не было написать, проверять его, и начинается проблема связана с производительностью. И в этот момент есть, собственно, три способа, как и хэши. Первый – это деньги, второй – это инструменты, третий – кодом. И применять эти способы нужно именно в тех способностях, которые не перечислены. То есть сначала деньгами, потом инструментами, потом кодом. Но ни в коем случае не в обратном направлении. Почему? Потому что сейчас мы рассмотрим, что случится в первом случае, что случится в втором. Вообще нужно сказать, что прежде всего как у любого программиста у нас появится интерес. То есть возникает интерес, а что же там тормозит? То есть какой элемент системы тормозит? Не я ли накосячил? И как бы это хочется скорее справить? То есть справиться, повысить свою репутацию в глазах других, повозиться с кодом? Но тем не менее это неправильно, потому что если мы решаем проблему деньгами, то скорее всего мы просто заплатим нашему хостеру хостингу чтобы купить тарифный план. То есть например у нас пошли пользователи стал сайт тормозить. Самое лучшее это заплатить на несколько месяцев побольше и подвести тарифный план помощнее. И теперь у нас есть время для того, чтобы все факты известить и решить проблемы не торопясь, потому что мы видим, что нагрузка упала и можно как-то теперь свободно действовать. Если бы мы полезли сразу править код, то давайте посмотрим, как было. То есть мы начали смотреть код, проблема все еще есть. Пользователи что там тормозит. Мы выяснили, в чем дело, начинаем исправлять код. Проблема все еще есть. Мы проблему исправили, проверяем сами, просим каких-то тестировщиков проверить. Проблема все еще есть. и плюс добавляются трудности в том, что вы включаете ваш сайт, чтобы обновить. Проблема опять-таки есть, только потом уже она уходит. То есть все это время была проблема и она будет тучить душу. То есть вы будете работать, зная, что где-то в это время кто-то что-то не может. Человек может увидеть, что у него страница платы не загружается. Он думает, ну и пошли они и так все не найдет. Поэтому помните, вот этот порядок он помогает решать проблемы быстро. То есть если есть какой-то сервис, который помогает решить ваши проблемы и стоит он там каких-нибудь 3-4 доллара в месяц, то нужно пользоваться этим сервисом и увеличить свое время. Вот мы начали говорить и второй пункт получается был это инструменты. проблему с деньгами, то есть взяли себе запас к этому времени. После этого мы начинаем смотреть, а есть ли инструментарий, чтобы можно было проблему решить, не исправляя код. И скорее всего меня на это ничего. Это могу сказать точно. И только потом, если уже с инструментами у вас все плохо, по-прежнему вы можете поправить код. Вот одним из хороших инструментов, который поможет вам решить это реширующие сервисы. Один из них называется Warpish. Любое веб-приложение работает так. Вот ваша одна полезная страничка. И есть веб-сервер Apache или Engines, который отвечает за то, как ваши приложения взаимодействуют с содержащими. Что будет распределять нагрузку, как-то балансировать, берет на себя остальные проблемы с базовой безопасностью. Суть в том, что между ними вы добавляете последние специальные кэширующие сервисы, которые определяют, что вот этот ответ, который отдал ваше приложение, вы можете закешировать именно. И в следующий раз, когда идет запрос, он в Engines, он пойдет в Warpish, Warpish поймет, что вот этот запрос уже точно был закеширован и нет смысла дергать ваше приложение. И даст его обратно. Warpish использует крупнейшие контроли типа New York Observer, Twitter и другие, потому что он очень полезен. И с точки зрения настройка этот кэш является идеальным. Почему? Потому что ваша одна полезная страничка ничего не знает. В нее кэша нет вообще. Она знает о том, что впереди нее кто-то кэширует, но тем не менее кэш есть. Поэтому это идеальный объект. Вроде нет и есть. Его можно очень пико настраивать, например, кэшировать только определенные страницы. Эти страницы кэшируют так, эти кэшируют на другое время, а вот эти, допустим, когда человек заходит на страницу оплаты, эти страницы вообще не кэшируют никогда. Вы замечали, что есть такие сайты, что пока вы помимо кодите в анонимном режиме, они работают очень Постоянет корзину, какой-то раздел, который хотя бы косвенно связан с деньгами, начинается замечать, что он национальный инвестий. как раз таки потому, что работает эта схема. Обычные странички объявляются через кэш, как только начинается работа с деньгами, сразу никаких кэшей и нагрузка возрастает. Так, если вы начнете писать код и искать какие-то лучшие практики, как это лучше делать, вы наверняка полезете на хабрахабру и на другие ресурсы и отдельные товарищи могут вам посоветовать, что вы будете с асинхронность и асинхронные горы. И сразу хочется сказать, что этого лучше не делать, потому что асинхронность сразу резко добавляет слегка. И, например, поскольку больше программированные люди, которые называют сертификационы, что есть тревоги, которые уважают асинхронное программирование, например, торнадо, вискок, и отдельные аналитики на хабре, они могут вам сказать, что это все клево, количество каких-то машинных тактов на том, что асинхронно. Вот так делать асинхронность резко добавляет сложность в ваш проект, а сложность отмечает время. Ваше время дороже, чем время машины. Если вы будете писать круги, то используйте обычную схему, когда ваше приложение пишет правильно. так оно работает, и потом не получается, что вам нужно посмотреть, что было в логах три месяца назад, и не получается, что у вас лог размером 7 гигабайт, и вы там ничего не сможете найти. Переработать этот лог это лучше человеческих способностей. Поэтому часто разработчики забывают о том, что в любом линусе это не шло. это вещь старая как миг, она в дистрибутиве и под махом тоже есть реализация для Windows, которая представляет себя просто системную желание. И чтобы писать логи эффективно, ваше приложение просто пишет в этот сислок, совершенно не задумываясь о том, что с ними происходит дальше. То есть с точки зрения приложения это является идеальной объемой. Потому что все приложения уходят, все сообщения содержащие что-то от каких-то потребителей куда распределять. Поэтому желательно используйте сислогом, это очень просто и очень надежно. И напоследок такой холиварный момент, что если вы бороться со сложностью, то просто бы сначала поведеть сложность в рабочем окружении. Многие разработчики используют большие тяжеловесные ДЕ для работы с языками и при этом эти ДЕ очень сложные и очень трудно постигнуть ум. Далеко не все вещи используются и проследите за тем, как вы работаете с помощью мышки. Почему? Потому что требуется над собой большое усилие для того, чтобы работать руками без мышки. Это совершенно сложное, что когда вы работаете руками, вы лучше будете понимать в которой вы работаете, у вас сразу боится сложность и вы станете премьеративнее минимум полтора полтора раза. И редакторы, которые приучают программисты работать руками, это Vim и E-Race. Больше таких редакторов нет. Для этих редакторов необходимо достаточно установить автокомплит для того языка, на котором вы работаете. Подсветку синтаксиса минимального, хотя практически уже для каждого языка есть связи с GIT-ом или с VEN-ом и минимальную подсветку ошибок. Этого будет достаточно. И только после этого переучите себя работать руками безбежно, уже вернуться в свою родную ИТЕ, увидите, что вы начали так же работать, но уже с гораздо большей эффективностью. В заключении я хочу проговорить еще раз те термины, которые давал вначале. Напомню, что вы говорили о сложности и о том, как с ней бороться. Я перечислил основные вот такие советы, которые могут очень быстро достичь результаты. То есть сложность это когда не получается достигнуть результата так быстро, как бы этого хотелось. Вот решения, о которых я говорил, они в принципе вам это сделать позволяют. Может ни в той степени, как вы это не видите, это будет работать и это будет эффективнее, чем долго сидеть, не спать, не есть, писать копий и говорить тем, что все скоро будет. Мы говорили о том, что что такое идеальный объект, то есть это тот объект, который для других объектов не существует. Тем не менее, в целом, действие это объекта вы не понимаете. То есть, например, идеальное кэширование это такое, о котором ваша продукция не знает. И то, что время является одним из главных критериев качества. То есть продукт, который делается очень хороший, который делается очень долго, но никому не нужен. Ну, конечно, тут можно сказать, что вот есть исключение, например, что есть продукты, которые очень долго сдали, которые были очень успешными, но это исключение. То есть, не нужно рассчитывать на то, что все будут ждать 4 года, пока ваша простая страна станет такой клевой и с такими возможностями. И говорили еще о таком пункте, как решать проблемы. То есть, это деньги, инструменты, код. Именно этот порядок, но не обратно. На этом все. вот если какие-то вопросы есть, я буду рад ответить. Спасибо. Субтитры вопрос. И второй вопрос, что при этом мы интегрируем свой сайт в социальные сети, которые пользователю еще и необходимо установить. То есть, это два пункта, которые вставляют пользователю напрячься и подумать о собственной безопасности и о том, как она вставляет на сайте. Понятно. Насчет первого вопроса. любая сейчас любая